Всем привет, меня зовут Лера Хотина, я ведущая этого подкаста. Как и обещала, выкладываю очередной эпизод и вот сейчас расскажу немножко про его предысторию. В июле 23 года в Сент-Эмье в Швейцарии прошел масштабный анархистский лагерь, в котором поучаствовали более 5000 человек. Каждый день проходило чуть ли не по 10 мероприятий параллельно в разных локациях, в том числе в городском доме культуры, там со сценой. Часть мероприятий транслировались в онлайн-режиме, их, кстати, можно еще посмотреть на платформе этого события, и переводили синхронно на шесть языков. Мы с другими товарищами там провели мероприятие под названием «Критический анализ солидарности в контексте войны в Украине» и хотели поделиться там своими наблюдениями и опытом взаимодействия с европейскими анархистами по этому вопросу. И вот этот эпизод — это переозвучка этого мероприятия, потому что оно проходило на английском языке. Я перевела его, и мы переозвучили его на русском. Я попросила тех участников и участниц, которые говорят по-русски, которые там участвовали, озвучить самих себя, а тех, кто не говорит по-русски, озвучили просто случайно людям, которых я попросила это сделать. В самом начале панельной дискуссии в зал пришла группа антимилитаристов, которые попытались, не знаю, то ли сорвать, то ли саботировать нашу встречу. Они принесли с собой плакаты «Нет войне», пытались положить их на стол с нашим дистро, потом зашли и демонстративно сели в первый ряд, показывали свою там позицию высокомерную, плакаты вывешивали, в общем. Короче, начались потасовки, агрессивные споры, там какие-то склоки. Из-за этого мероприятие началось минут на 20 позже, чем вообще планировалось. И после нашего выступления запланирована была дискуссия, и модераторка прерывала всех, кто пытался обсуждать антимилитаризм, потому что это не было темой мероприятия. И это, естественно, вызывало очень много гнева, недоумения с их стороны. Поэтому в конце обсуждения атмосфера опять накалилась, люди там вскакивали с мест, некоторые готовы были драться, но в итоге всё обошлось. И интересно то, что после мероприятия тоже одна из вот этих самых воинствующих, антивоенных, скажем так, анархистов написала большое полотно в немецкой газете о том, какие мы там недоанархисты, трансфобы, не дали ей проявить её антивоенную позицию и всё такое. И эта как бы персона сейчас активно ездит по Европе с антимилитаристскими выступлениями, ну, таким образом, как бы, в принципе, саботируя солидарность с украинскими товарищами. В общем, слушайте с удовольствием. Кстати, текстовый вариант этого выступления доступен на сайте Промень. А ещё мы сделали брошюрку из этого текста, потому что он достаточно длинный, и её можно купить на саботаж дистро. Все ссылки я оставлю в описании. И ещё один момент, на котором хотела остановиться. В тизере я рассказывала, что начинаю финансовую пирамиду. То есть за 40 дней до годовщины войны я обещала постараться найти 40 человек, которые будут ежемесячно на протяжении года донатить по 25 евро. И таким образом получается 1000 евро. То есть регулярно, ежемесячно можно будет передавать 1000 евро коллективам солидарности. Это покроет там около 10% их ежемесячных расходов. Из слушателей подкаста отозвались два человека. Кстати, спасибо огромное. В целом и мне, и другим участникам уже, которые люди добавлялись в эту нашу пирамиду, удалось найти уже совместно 37 доноров. То есть нас сейчас уже 37 человек. Осталось всего 3 человека до нашей кругленькой суммы. И даже некоторые люди в другом городе собираются построить отдельно свою такую пирамиду. И мне кажется, что 10 таких групп в разных городах, и, пожалуйста, коллективом солидарности очень снижается нагрузка фондрейзинговая. Поэтому, если вы ещё раздумываете, давайте к нам. В описании к эпизоду найдёте адрес, по которому можно со мной связаться, обсудить все детали. На этом у меня всё. Давайте слушать запись швейцарского мероприятия. Приветствуем всех на нашем мероприятии. Прежде чем начать выступление, мы хотели бы почтить память одного из наших товарищей, погибших на войне в Украине, а также память всех людей, которые пострадали от российского террора и погибли в бою, были убиты и замучены российскими имперскими оккупантами. Мы приглашаем вас почтить их память в минуте молчания. Спасибо. Меня зовут Нина. Я участница группы АЧК Дрезден. Я попробую модерировать первую часть мероприятия. Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить всех, кто поддерживает нашу борьбу с первых дней вторжения, или присоединился к ней позже. Сегодня мы будем говорить о критических моментах, поэтому хочу заметить, что всё, о чём мы говорим, конечно, не относится ко всем безразбору. Людей, которые сейчас находятся за этим столом, я знаю довольно давно, и мы занимались солидарностью ещё до вторжения. Это действительно замечательные товарищи, от которых я многому научилась за последний год, и которые помогли мне увидеть ситуацию с другой стороны. У нас была возможность планировать, что мы будем делать ещё до начала войны, потому что было ясно, что война вот-вот начнётся. Мы обсуждали, как будем поддерживать наших товарищей в Украине. За эти полтора года совместной деятельности мы столкнулись со многими трудностями в разрезе солидарности. Дискуссии между нами не угасали. Мир не чёрно-белый, он сложный, и необходимо стремиться понять, что к чему. У нас это получилось, и мы до сих пор работаем вместе. Я призываю всех к уважительному обсуждению. Мы можем кричать, но нам стоит выслушать друг друга. Я начну с представления участников и участниц этой панели и начну с Маши, которая сидит справа от меня. Маша участвует в группе белорусских анархистов в Варшаве, которые стараются распространять анархистские идеи в среде белорусской диаспоры в Варшаве, которая сильно разрослась после восстания 2020 года в Беларуси. Рядом с Машей сидит Настя, участница зоны солидарности. Это организация, которая предлагает поддержку заключённым, репрессированным за антивоенные акции прямого действия в России, с антимилитаристскими и антиимперскими взглядами. Настя не будет говорить о той мини-организации, мы просто хотели упомянуть, в какую деятельность она вовлечена. Слева от меня мира. Активистка АЧК Киев, которая уже 15 лет поддерживает политических беженцев, оказавшихся в Украине, а также участвует в коллективах солидарности, которые поддерживают товарищей на фронте и занимаются гуманитарной помощью. Слева сидит Борис. Он член АЧК «Беларусь», группы которой с 2009 года поддерживает репрессированных анархистов в Беларуси. Выступление будет поделено на несколько тематических блоков, а потом мы откроем общую дискуссию. Мы начнём с перспективы региона. Вы все знаете, что война началась в 2014 году. Это повлияло на отношения между российскими и украинскими группами. Поэтому мы хотим сначала погрузиться в вопрос солидарности между странами, вовлечёнными в войну. Давай начнём с тебя, Мира. Расскажи, как ты это видела? Мы были в довольно близком контакте с российскими коллективами до и на протяжении 2014 года. После тоже, но общались менее тесно. Для этого было несколько причин. Конечно, это было связано с тем, что после начала войны и того, что произошло дальше, стало гораздо сложнее ездить друг к другу. Но кроме того, мне кажется, активисты с обеих сторон скорее игнорировали происходящее. Мы были сосредоточены на наших обычных анархистских темах, не особо реагировали на войну. Мы по-прежнему поддерживали связи. Моя группа вместе с российскими активистами попроводила большой анархофеминистский фестиваль, чтобы укрепить эти связи. Но контакт ослабевал, всё меньше людей поддерживали коммуникацию, терялось общение и общие темы. Была пара попыток договориться о совместных антивоенных действиях, но мы столкнулись с отсутствием интереса со стороны российских групп, к которым мы обратились. В данный момент не могу сказать, что между активистами двух стран есть устойчивые отношения. Это скорее личные связи с отдельными товарищами в России или за её пределами. В какое-то время ситуация сохранялась в том виде, что есть. Думаю, одна из проблем заключается ещё и в том, что людям, выросшим в больших империях, трудно понять, что не всё крутится вокруг этой империи. Мне кажется, людям необходимо сделать большую работу, чтобы это переосмыслить, потому что в Украине мы тоже никогда особо не задумывались об этом колониальном опыте. У нас не было ни одной нормальной дискуссии на эту тему. Они начались буквально недавно. Сейчас обсуждать это сложно, но я надеюсь, что подобные мероприятия помогут наладить больше связей и возможностей для совместной работы и совместного проживания и опыта. Спасибо. Настя, можешь высказать свою точку зрения? Да, моя точка зрения, с одной стороны, очень похожа, с другой совершенно иная, потому что, когда в 2014 году началось российское вторжение в Украину, я ещё не была анархисткой, но была и остаюсь художницей, и я видела эти проявления в цене художников также. Для российской стороны было характерно отсутствие интереса к тому, что именно происходит на оккупированных территориях, что происходит с нашими коллегами и друзьями. У нас, как художницы-активисток, было много возможностей для диалога, но я не могу сказать, что мы использовали их каждый раз, когда могли бы. Маша, слово тебе. Я хотела поделиться мыслью, которая недавно пришла мне в голову в разрушенных связях из-за событий, произошедших после Майдана в 2014 году. Я пришла в активизм примерно в 2008-м, и в то время в России, в Украине, в Беларуси постоянно организовывались какие-то лагеря активистские, куда приезжали сотни товарищей со всех трёх стран. После войны российские товарищи, особенно мужчины, уже не могли ездить в Украину, поэтому мы почти полностью переориентировались на Россию, так что с тех пор отношения укреплялись скорее только между белорусскими и российскими активистами. Со временем путинский режим становился всё более репрессивным, и мы стали организовывать только закрытые лагеря. Через какое-то время они прекратились. В Беларуси вообще не было возможности ничего организовывать. После 2010 года невозможно было пригласить товарищей, ну разве что, если только чтобы их арестовали в лицу или типа того. Думаю, важно сказать, что хотя Беларусь тогда не была частью этого конфликта, в отличие от сегодняшней ситуации, мы как движение тоже от него пострадали. То есть как белорусское движение мы тоже никогда не задумывались о том, насколько сильно российское движение формирует повестку во всём нашем регионе. Такое ощущение, что мы скорее потребляли, а не производили или не систематизировали сами знания. И вот почему, мне кажется, что когда в России начались репрессии, это отразилось и на нас, на белорусском движении. Всего стало меньше. Меньше литературы, меньше каких-то изданий, меньше связей, меньше активности в России, и, соответственно, снижение возможной активности в наших странах, расколы и распуск таких общей СНГ-шных организаций. Я бы сказала, что на момент начала вторжения наши три страны были уже по большей части разрознены. Каждый занимался своим делом, и, как сказала Мира, на групповом уровне не было значимого сотрудничества, то есть просто между отдельными активистами, которые друг друга знают. Хорошо, спасибо. Теперь предлагаю рассмотреть более широкий контекст и вопрос солидарности между Восточноевропейским регионом, Европой и другими странами. Мы сталкивались с разными сложностями, поэтому я хочу сейчас на этом остановиться. Одной из первых тем, которая действительно часто поднималась, была проблема субъектности. То есть зачастую мнение украинцев не принималось во внимание. Еще до войны люди пытались заявить о себе, рассказать о ситуации в Украине и об украинском движении. Этот опыт был неоднозначным. Борис, начнем с тебя. Окей. Если вы были в нашем выступлении пару дней назад, мы говорили о том, что информация очень важна, особенно в вопросах солидарности. Информация очень важна для понимания различных процессов. И мы, видя, как война перерастает в нечто большее в России, а также ситуации на белорусских границах, поняли, что обязаны приложить все усилия, чтобы помочь товарищам в Украине распространять информацию и знания о том, что там происходит. На тот момент АЧК Беларусь также был членом Международной Федерации Анархистов. Раз в неделю, может быть, две, организовывались созвоны с представителями федерации со всей Европы. На первых звонках людям было интересно узнать, что происходит. Но постепенно, шаг за шагом, с нарастанием агрессии в информационном поле, все закончилось тем, что представители других анархистских групп стали кричать на представителя АЧК Беларусь, участвующего в созвонах. А также тем, что люди из европейских стран, Италия, Южная Европа, по сути, стали воспроизводить российскую пропаганду в этих звонках. Ну так сидишь с товарищами и говоришь, вот как выглядит обстановка, а товарищи тебе в ответ сыплют цитатами из Russia Today какой-нибудь. Мы были в шоке. Это показывает, что мы находимся в состоянии информационной войны, где определенные анархистские круги готовы фактически игнорировать своих товарищей из затронутой войной региона в пользу собственного восприятия реальности. У них есть определенные нарративы, которыми их кормили последние 9 лет, начиная с 2014 года. Когда товарищи из регионов подвергли эти нарративы сомнению, найти общий язык стало очень сложно. В конце концов, эти созвоны прекратились. У нас не хватило энергии и мотивации, чтобы говорить с людьми, по факту развернувшимися к нам спиной. Думаю, для меня это пример того, как люди отказываются слышать. Многие люди, у которых уже сформировано категорическое мнение по войне в Украине, говорят, мы на самом деле хотим подискутировать. Думаю, некоторые из вас видели, как проходили дискуссии в последние дни, когда люди кричали, махали руками и все такое. Нам также стало ясно, что некоторые анархистские группы не желают слышать своих товарищей. Они не хотят понимать реальность, им удобнее придерживаться очень простой версии мира, которые существуют в прекрасном месте под названием Европа. Западная Европа, Южная Европа, Северная Европа или еще какая-то. Это стало огромным препятствием в работе по налаживанию солидарности, потому что невозможно проявить солидарность, основываясь на ложной информации. Нельзя проявлять солидарность на основе ложного нарратива. Нельзя заниматься солидарной работой и укреплять солидарность, опираясь на шаткую идейную платформу, под которой ничего нет. Настал момент, когда мы с этим столкнулись, потому что для белорусов это не было актуально на протяжении долгого времени, ведь белорусский режим не так силен в распространении дезинформации. Хотя от некоторых товарищей, которые мало знают о Беларуси, периодически приходилось слышать, что Беларусь чуть ли не социалистическое государство. Дезинформация – это очень серьезное оружие против солидарности, которое часто используется государству. Хотя наше движение очень немногочисленное, и может казаться, что Путин не думает об анархистах, на самом деле мы очень сильно подвержены этой дезинформации. Мне кажется, мы уже затрагивали это вчера, в том числе на мероприятии, посвященном ситуации в Иране, где товарищи говорили о существовании определенных нарративов, которые продвигают определенные государства или регионы, как антиимпериалистические, и все следуют этим старым нарративам. Я думаю, что мы и здесь с этим сталкиваемся. Мира, расскажи о вашем опыте решения этих проблем. Да, мне это знакомо. В Украине существуют различные коллективы, у нас активная сцена, есть свои сайты, есть ресурсы. С нами можно поговорить, мы открыты для выступлений. С начала полномасштабного вторжения я выступала около 50 раз, и везде люди готовы были слушать. Только на одном выступлении слушать они не хотели. Мы готовы делиться своим опытом и позицией, но многие коллективы в нас просто не нуждаются, им не нужен наш опыт. Они считают себя экспертами по нашей теме. Мы не субъекты. Это скорее похоже на, не знаю, как феминистка, я чувствую себя так, как если бы мужчины делали заявление о феминизме. Например, сенсгендерные мужчины, которые никого не слушают вообще. Я чувствую то же самое, когда какой-то коллектив неизвестно где, например, далеко в Европе, и они очень привилегированы, на мой взгляд, потому что для украинцев иметь европейский паспорт – это часто верх мечтаний. И у них есть все ресурсы, есть интернет, возможность общаться. Мы им просто не нужны. Я приезжаю на такие мероприятия, и люди, зная, что в зале сидит несколько человек из Украины, обсуждают связанные с украиной темы без нас. Кроме того, в украинском движении есть консенсус относительно того, что необходимо делать. Нас поддерживают российское движение, петрухское движение, польское движение. Люди, которые находятся ближе Украине, и которых эта ситуация затрагивает. Которые действительно знают о ситуации. Которые к нам ездят. Ездят на линию фронта, чтобы доставить воду, еду, припасы. Но по мнению западных коллективов, это глупые люди, которые не обладают достаточной экспертностью в вопросах войны. Но у людей, которые находятся далеко и не имеют ни малейшего представления о том, как мы живем, у них якобы есть экспертность. Так что для меня выглядит странным, что нас даже не спрашивают. Я думаю, что это противоречит всем анархическим принципам. Но для некоторой части движения это, видимо, нормально. Извините, я до сих пор в шоке от того, что произошло вначале. Как анархисты мы хотим иметь право голоса. Мы не хотим, чтобы к нам относились как к какой-то мелкой сошке в геополитике. Нет, мы существуем и боремся. Умирают не европейцы. Умираем мы. И мы хотим иметь право голоса, чтобы нас хотя бы не перебивали. Я хочу выразить поддержку мире, потому что я тоже часто ощущаю, что перспективы и российских активистов игнорируются, когда мы пытаемся сказать, что с нашей точки зрения происходит. Мы часто вынуждены доказывать, что наш опыт существует, что это правда, что мы правда солидарны с украинскими товарищами, и хотели бы, чтобы солидарность проявляли все. И также я хочу сказать пару слов об оккупированных России территориях. Я думаю, многим из нас что-то известно о Донецкой и Луганской областях и об оккупированном Крыме. Но мне встречается достаточно мало информации о том, что на самом деле происходило и происходит на этих территориях. На протяжении последних восьми лет Донецк и Луганск тонут в беззаконии. Там происходят ежемесячно убийства и похищения людей, и уже сейчас многих замучили, убили, изнасиловали. И многим людям эта часть войны все еще кажется невидимой. О крымчанах я отдельно скажу чуть позже. И я хотела бы призвать всех поинтересоваться мнением, историями местных жителей, потому что эти оккупированные территории это территории, где живут определенные народы, которые любят эту землю и не хотят оттуда уезжать все эти годы. Я хотела бы углубиться в то, что говорил Борис об информации и дезинформации. Недавно я кое-что поняла, когда общалась с товарищами из Франции, Германии, Греции, Финляндии, Польши и из нашего региона, о том, как общество и анархическое движение этих стран отреагировали на войну. И у меня возникла мысль, что на самом деле разделение между теми, кто выступает за поддержку украинских товарищей и теми, кто против нее, или предпочитают оставаться нейтральными, или не иметь позиции. И это иногда зависит от того, насколько сильное влияние на наше движение оказывает красный авторитарный коммунистический дискурс. Я приглашаю всех, независимо от страны вашего происхождения, об этом задуматься. Потому что в этом дискурсе Россия всегда права. Это классная страна, которая хочет создать социалистический рай на земле. И только националисты против этого. Потому что они хотят быть частью капиталистического мира и все такое. Все эти истории о двуполярном мире, НАТО против России, Россия против НАТО, холодная война, все это еще живо. Даже в тех странах, где коммунистическое и анархическое движение разделены, и где они вроде как не сотрудничают или вообще враждуют. И я просто предлагаю вам подумать о том, насколько ваше движение, даже в этой ситуации, подвержено влиянию дискурса красных. Потому что эта позиция исходит не из анархистского дискурса. Иногда мне кажется, что я читаю мемуары Эмма Гольдман, которая, побывав в послереволюционной России, пытается рассказать всему миру, как проходила революция в России, как она ее видела. И долгие годы никто ей не хотел верить. Но это все-таки просто мое наблюдение. Возможно, оно не соответствует действительности. Спасибо. Еще один важный момент, который проявляется во всей этой дискуссии и который мы уже немного затронули, это колониальная и империалистическая перспектива, которая проникает в наши движения. Ведь мы происходим из определенных слоев общества и социализированы мыслить определенным образом. Готовясь к мероприятию, мы обсуждали, что такое вообще солидарность. По идее, солидарность должна быть обоюдной, взаимной. В этом случае мы действительно взаимодействуем, уважая друг друга и прислушиваясь к друг другу, пытаемся понять мнение другого человека. Очевидно, что это не сработало в случае войны, как уже говорилось. Мы хотели бы немного углубиться в эту проблемную дискуссию. Дальше я буду говорить исключительно о своем восприятии. Я не утверждаю, что это правда, но думаю, это может быть близко многим. Наверное, впервые в жизни мне стало очевидно, насколько выборочно и ограниченно и анархистская солидарность. Нас разделяют границы. В каждой стране разное количество денег, капитала, доступа к деньгам и капиталу, к ресурсам, к политическим изменениям. Мир и Европа в частности поделены на регионы. Запад, восток, юг, север и так далее. И я удивлена, насколько наши движения копируют эти закономерности. И насколько солидарность разделена по линиям таких исторических, традиционных колониальных держав, а также капиталистического изобилия или недостатка ресурсов. Думаю, вы согласитесь, что есть огромная разница между тем, что украинские товарищи откажут солидарности французскому активисту или группе в плане ресурсов, влияния, международной солидарности, которую они получают, и тем, что французские или немецкие активисты, например, откажут солидарности украинскому движению. Думаю, очевидно, что мы в этом плане не равны, что есть последствия отказа солидарности с разных сторон, и они неоднозначны. Может быть, вам даже в голову это не приходит, вообще, что где-то существуют какие-то там белорусы или украинцы, и что мы вообще можем вам в чём-то отказать или что-то предложить. С другой стороны, будучи человеком из Восточной Европы, я всегда смотрела на западных товарищей как на таких законодателей мод, пионеров всего активизма. У вас есть инфраструктура, у вас есть знания, мы переводим ваши книги, читаем, как вы живёте, как вы организовываетесь, мы стараемся копировать ваши практики. Если бы вы приехали в Беларусь пару лет назад, когда ещё какие-то коллективы там существовали открыто, можно было бы встретить группу Fnodbombs или коллектив фримаркета, или вообще любые другие идеи, которые вы уже давно, 10 лет назад реализовали и про них забыли, а мы всё пытаемся их укоренить у себя. И с другой стороны, мы также особо не рефлексируем свою позицию. Мы часто видим вас как обладателей ресурсов. Например, мы приезжаем к вам, чтобы собрать денег или попросить вас о чём-то, а вы можете нам это дать или отказать. Но это мы приезжаем и пытаемся вам рассказать о себе, пытаемся объяснить, надеемся, что вы послушаете. Это немного унизительно, но здесь ещё и наше восприятие, как будто мы видим вас не как равных товарищей, а как ресурс. И над этим нам тоже следует задуматься, чтобы выровнять эти чаши весов, потому что для меня это обоюдный процесс. И задача не только в том, чтобы вы дали нам субъектность, но и чтобы мы перестали воспринимать других товарищей кем-то выше себя и считать себя какими-то неполноценными. Но проблема ещё и в том, что после вторжения я столкнулась с тем, что многим западным товарищам было удобнее видеть в нас жертв. Мы делаем много презентаций о Беларуси, и все нам всегда сочувствуют, потому что мы живём в такой хуёвой стране, нам нужна помощь, мы жертвы, понимаете? Но всякий раз, когда мы заявляем, что у нас есть своё мнение, то есть можно ли нам его высказать? Может ли у нас быть другая перспектива или точка зрения? Вот мы отказываемся копировать вашу, впервые, возможно, да? Хотим создавать свой анализ ситуации. И что тогда? И это тот случай, когда некоторые люди оказываются не готовы к такому повороту. Пока мы разделяем вашу перспективу, всё окей. Как только мы прекращаем это делать, мы становимся варварами. Как будто мы там что-то не понимаем, не дочитали, не изучили матчасть, мы какие-то тупенькие. Надеюсь, понятно, что это не так. Мы умеем читать. У нас есть доступ к той же информации, что у всех вас. Просто мы живём в другой реальности. И последнее, что хочу заметить, это тоже немного связано с политкорректностью, которая негласно принята в движении, как мне кажется. Я бы назвала это экзотизацией. То есть, например, да, обсуждать или учиться там у курдов, у сапатистов, это круто, да? Потому что они такие, они какие-то другие, они от нас так отличаются. Вот у них можно научиться многому. Но чему можно вообще научиться у украинцев? Ну, это такие же европейцы, такие же белые, как мы. Пусть либо они у нас сами учатся, либо, ну, как бы, следуют общим принципам западной цивилизации или там западного активизма, скажем так. И с одной стороны, получается, как будто бы мы недостаточно экзотичны, а с другой стороны, когда мы пытаемся проявить, ну, какой-то такой идейный экзотизм, нас не ставят на один уровень. Как будто бы мы не можем, например, конкурировать с курдами за солидарность, потому что мы делаем что-то недостаточно классное или чего-то мы не понимаем. И мне кажется, интересно об этом задумываться, потому что я, например, не представляю, чтобы такие нападки летели на панель, состоящую из серитов и курдов. Но нападать на нас считается абсолютно ок, потому что мы белые, мы типа европейцы, всё выдержим. Так и должно быть. Так что да, я думаю, это очень интересное наблюдение. Ещё мне хотелось бы сказать, что мы, как группа, помогающая радикальным политзаключённым в России, получаем очень много солидарности. Но для меня это часть нашей общей борьбы. И я вижу непропорциональное соотношение ресурсов, предоставляемых нам и украинским группам, даже сейчас, когда ситуация обострилась, и выражать солидарность с украинскими товарищами важно, как никогда раньше. И ещё скажу о колониальном мышлении. Я не могу понять, почему я так часто слышу от анархистов о войне государства и государства, НАТО и России и прочей ерунде. Почему мы не думаем об украинцах, как о людях, которые защищают себя, защищают свою землю, свои дома, своих близких? Для меня выглядит логичным, что война идёт не между государствами. И в данном случае в Украине обороняется народ. Да, думаю, что для меня одна из мыслей, которые крутились в голове на протяжении этих 16, уже скоро 17 месяцев, ехать, выступать, говорить, говорить, просить всё время о поддержке. Все эти годы я делала это для беженцев, а теперь для жертв войны и для бойцов. Правило, которое я усвоила. Мне нельзя злить товарищей. Мы должны быть милыми. Мы должны быть терпеливыми. Если мы говорим, мы должны думать о каждом сказанном слове. Потому что потом люди, настроенные против нас, поймают нас на любом противоречии и начнут выпускать свои заявления, статьи, вот это всё. Я не могу назвать этих людей товарищами. Потому что, когда чувствуешь столько насилия и напряжения, а встречаешься с нежеланием говорить и понимать, всё это, это слово лучше не использовать, это приемлемо или неприемлемо в движении. Буду теперь так говорить. Поэтому даже когда Настя говорила, я такая, ага, она говорит территория. Это слово, которое не стоит использовать. Территория плохое слово. Потом нас подловят на упомянение территорий, потому что это уже случалось раньше. Люди полностью контролируют наш дискурс. Я не знаю, как от этого избежать. Но иногда люди говорят мне ужасные вещи во время выступления. А я вынуждена быть вежливой, потому что вступая в конфликт, я могу сократить помощь своим товарищам. А я не хочу быть причиной этого. Несколько раз люди говорили очень жёсткие вещи. Если бы такое мне сказали в Украине, ну, были бы серьёзные последствия. Когда это говорится здесь, я не знаю, как это назвать. Это не расизм. Нужно придумать какое-то отдельное слово для такого отношения к украинцам. Но это существует, я это чувствую. Я понимаю, как это происходит. И сегодня также осознала интересную вещь. Что в этом сегодняшнем конфликте, в начале, когда человек нападал на меня, я была очень терпелива, отвечая вежливо. Но когда он тронул других товарищей из Украины, ему хотелось разбить лицо. Я этого уже не замечаю по отношению к себе. Интересный инсайт. Ещё бывают случаи, когда люди наносят большой ущерб нашему движению. Потому что есть нацисты, которые пытаются сказать, эй, смотрите, эти коммунисты, эти левые, они поддерживают Россию, они хотят смерти нашему сопротивлению в Украине. И это оказывает влияние на то, что здесь происходит. Но мы не можем критиковать, потому что должны быть милыми. Или, например, был какой-то итальянский граффидист, который рисовал граффити в оккупированном Мариуполе. У меня есть друзья, которые оттуда пешком уходили, чтобы выжить. Чтобы выжить, они пили топлёный снег. Им повезло, что вообще снег был. Мариуполь это очень чувствительная тема. Так вот, итальянский товарищ приехал туда и сделал граффити с плачущей девочкой, как символ Донбасса. Эта девушка плачет. И дорисовал туда символ антифашистского действия. Вы понимаете, что после этого я не могу свободно использовать антифашистский символ в Украине? Потому что возникнет ассоциация, что именно эти люди ведут пропаганду в пользу России. Я не знаю, как это объяснить, но мы в Украине боремся за то, чтобы нас заметили, чтобы сказать, мы делаем то и это. Смотрите, как хорошо. Мы приятные люди, мы анархисты, присоединяйтесь к нашему движению. А затем человек делает это граффити и не несет никакой ответственности и при этом остается частью анархического движения в Европе. Поэтому я хочу, чтобы это тоже учитывалось. Мы не только поддерживаем людей, но мы пытаемся создать там движение. Вся эта агрессия, она заметна. И вообще под бомбами в Киеве я чувствую себя в большей безопасности, чем здесь, вон с теми людьми. Хорошо, спасибо. Мы хотели бы затронуть еще один момент, который касается критической солидарности. Разумеется, что некоторые высказанные здесь мнения люди в зале не полностью расстеляют. Люди поддерживают кучу разных движений по всему миру. Но, как только что сказала Мира, сегодня, чтобы получить солидарность, нужно презентовать себя определенным образом. Мы размышляли о том, почему людям так легко отказать кому-то в солидарности, при том, что это имеет такие огромные последствия для людей в Украине. Но людей это не волнует. Они не задумываются об этом. Мы затронули вопрос ресурсов. У кого есть ресурсы сейчас в движении и кто в них нуждается? Давайте обменяемся мыслями по этому поводу, немного углубимся в этот вопрос. Хорошо. Так вот, одна из тем, которую мы затрагиваем на своих презентациях про Беларусь, это война в Украине. Мы не можем молчать об этом, потому что это важная тема, которая затрагивает всех нас. Политический, социальный, экономический. Неважно, что сейчас на Беларусь не падают бомбы, хотя это может случиться завтра, но Беларусь втянута в эту войну. Когда мы стали об этом говорить, мы поняли, что за высказывание мнения по Украине нас могут наказать. О нашей группе и солидарности, которой мы призываем товарищей, будут распространяться негативные отзывы. Нам довелось увидеть, как легко людям игнорировать все, о чем мы рассказываем. Только потому, что мы говорим о войне в Украине. Возможно, наши позиции по войне в Украине не совпадают. Может быть, вы знаете что-то, чего мы не знаем, и вы самый умный и знающий человек. Не знаю. Но это шокирует. Очень тревожно наблюдать, насколько легко это происходило, происходит и будет происходить еще много месяцев и лет. Как легко анархистам бросить своих товарищей. Товарищей, которые борются, борются на улицах, борются в тюрьмах Беларуси. И я не говорю об Украине в данном случае, именно в Беларуси, просто из-за того, что у нас другие мнения. Такое чувство, что для некоторых из вас наши товарищи и тюрьмы становятся большими врагами, чем государство, капитал и все те ужасные системы, которые уничтожают людей. Очень тяжело после всех лет работы по привлечению солидарности видеть, насколько она хрупкая, насколько хрупки те связи, которые мы создали на протяжении многих лет борьбы. Как легко люди могут разорвать эти связи, сидя в своем уголке планеты, в комфорте и не неся никаких последствий. Но последствия огромны. Не только для нас, но и для товарищей, которые продолжают борьбу в тюрьмах. Я хотел бы, чтобы вы, блять, осознали, что готовы отказаться от людей, которые отдали свою свободу, а некоторые из них жизнь в угоду своим политическим противоречиям с другими группами. Это поразительно, это ужасно. Это очень демотивирует заниматься любой деятельностью по налаживанию солидарности. Вы должны понимать всю опасность, которая на самом деле нависает не только над очка Беларуси или очка Киев, но и над любой группой, которая занимается солидарной работой. Товарищи так быстро становятся врагами не только людям вроде нас, но и людям, сидящим в тюрьмах и продолжающим там свою борьбу. Я тоже выскажусь про наших товарищей в тюрьме как персона, занимающаяся работой солидарности и поддерживающая заключенных в российских тюрьмах. Я не могу представить, что все эти люди, наши товарищи, наши друзья окажутся на свободе, если российский режим останется у власти. Невозможно представить, что, например, репрессированные крымские татары выйдут на свободу. Наверное, важно напомнить, что с момента оккупации Крыма репрессии со стороны российского режима коснулись целой группы коренных жителей и они получают огромные тюремные сроки в 10-20 лет и вплоть до пожизненного заключения просто потому, что они долгое время противостояли любой власти и были совершенно независимы от любого государства. Это люди, которых осудили по террористическим статьям за то, что они просто были частью локального сообщества. Их тоже не освободят, разве что в чьих-то фантазиях. Я не знаю, какое волшебство должно произойти, чтобы это случилось. Для меня совершенно очевидно, что свобода наших товарищей и сотен заключенных в российских тюрьмах напрямую связана с падением этого режима, этого государства и этой страны в ее нынешнем состоянии. Я вот думаю, движение в Европе борется за какие-то свои права, противогнетения. Нас больше всего угнетает нападение россиян. Так почему люди тут считают, что они достойны справедливости, они борются за свою справедливость, а нам предлагается только мир? Потому что справедливость для меня это выход на свободу моих друзей, заключенных в российских и белорусских тюрьмах. Для меня справедливость это возвращение украденных детей в их семьи, потому что Россия украла много детей с оккупированных территорий и увезла их в Россию. Для меня справедливость заключается в том, чтобы не просыпаться каждую ночь от бомб, потому что нас реально бомбят каждую ночь. За месяц было одна или две ночи тихие. Справедливость для меня еще и в том, чтобы достигнуть мира, настоящего мира, чтобы у нас было пространство все обдумать, отгоревать всех, кого мы потеряли. Потому что просто остановить войну на текущем этапе это не справедливость и не мир. Интересно, что это очередной раз популяризируется как не наша борьба. Такие аргументы я слышала во время Майдана, что это не наша борьба, это не по анархии, это не то и не это. И мне действительно интересно, какой идеальной революции с идеальными анархистами ждут здесь люди. Хорошо. Мы уже высказали достаточно много соображений. Давайте сейчас делаем последний круг с заключительными высказываниями. Необходимо постоянно поддерживать наших друзей, наших товарищей, активистские группы в Украине. И это продиктовано феминистской, деколониальной, антиимперской логикой. По-моему, быть феминисткой значит иметь право на самооборону, на отпор. И именно этим сейчас занимается украинский народ и украинские группы солидарности. Они реализуют свое право на самооборону. Последняя мысль, которой хочется поделиться, связана с тем, что часто декларируя свои анархические принципы, мы такие как бы мы типа антикапиталисты, мы антисексисты, мы антигомофобы, антимилитаристы, кто угодно. Это превращается в пустые фразы. Если не на самом деле, мы не создаем никаких структур, поддерживающих эти заявления. Сказать, что ты антисексист, легко. Но представим, что человек говорит, что его домогались, например, и ты ему говоришь, отвали, как ты смеешь такое говорить, мы же тут все антисексисты, у нас сексизма не может существовать в принципе. Это не соответствует принципам анархизма. Поэтому больше эту тему не поднимай. Ну, разве кто-то бы так сказал? И мне кажется, что антимилитаризм становится чем-то похожим. Такие декларации солидарности с народом, с рабочим классом, без каких-то практических действий. Не обязательно эта солидарность должна быть с коллективами солидарности или там с какими-то еще группами, которые поддерживают товарищей на фронте. Но я не вижу, что реально делают люди, которые заявляют о своей антимилитаристской позиции в анархистском движении. Заявляют о солидарности с украинским народом или с рабочим классом. То есть вот как они проявляют эту солидарность, кроме текста? Непонятно. И насчет идеологической чистоты. Возьмем этот лагерь. Не знаю, насколько вы вовлечены в общение с организаторами или насколько вы следите за местным телеграм-чатом, где каждый день появляются сообщения то о том, что кто-то испортил что-то, что кто-то что-то сломал, что грозится приехать полиция, что пожарные там не могут проехать, им заблокировали пути, что люди заблокировали сигнальную систему поездов, там отменилась половина поездов. Никто не может доехать. Для нас это просто сообщение, которое мы читаем, тут наслаждаемся этим местом, взаимодействуем с людьми, ходим на мероприятия и так далее. Но за кулисами вот этого всего сидит, ну я не знаю, сколько людей в оргруппе и принимают эти ебаные звонки от мусоров, от пожарных, от мэра, уговаривают их позволить нам остаться, чтобы на этот лагерь нахер не снесли. И пока мы тут сидим такие категоричные, антигосударственные, антиполицейские, никаких разговоров с властимущими, никаких диалогов, кто-то за нас ведет все эти переговоры, чтобы это мероприятие не закрыли. Почему некоторым так сложно понять, что в реальной жизни невозможно быть принципиальными по всем вопросам всегда? Почему так сложно понять, что для того, чтобы мы сидели здесь и нас не бомбили, чтобы на нас прямо сейчас не нападало фашистское государство, кому-то нужно прямо сейчас воевать на ебаных границах Востока и Запада? И да, мы можем не обращать внимания на этих людей, считать, что они дурачки, но именно они, их деятельность сейчас позволяет нам жить. Так что для меня это очень четко связано с тем, что полной принципиальности не существует. Мы не дураки, чтобы отрицать, что участие анархистов в армии – это противоречие с точки зрения идеалистической анархистской картины. Но мы предлагаем товарищам солидарность, потому что понимаем, что в этой картине гораздо больше оттенков, чем просто черный и белый. Два дня назад на нашем мероприятии один человек сказал, для меня это странный мир. И это у меня не выходит из головы. Для него мир странный, потому что люди воюют в армии против России. Эта мысль все крутилась в моей голове, и я все думал, блядь, мир реально странный. Поэтому я хотел бы чуть поразмышлять, почему мир странный. Странный мир, в котором анархисты говорят сражающимся людям сложить оружие. Лично для меня странный призыв. Странный мир, в котором так называемые анархисты устраивают митинги против солидарности с теми, кто борется за свой дом. Странный мир, в котором важнее бросить вызов товарищам из захваченных войной регионов, чем проявить хоть каплю солидарности. Странный мир, в котором капиталистический мир анархистам важнее, чем борьба с диктатурой. Странный мир, в котором от анархистов ждут, что они будут милыми. Такой странный мир, в котором анархисты смеются во время минуты молчания в память о замученных и убитых государствах. И последнее. Думаю, все знают, что такое крепость Европа. Это ужасный надгосударственный монстр. Она простирается до восточных, южных и северных границ. Это место, где вы живете. Это место, где мы сейчас вынуждены жить. Место, где вы наслаждаетесь миром. Вы наслаждаетесь миром, вы боретесь против государства, вы боретесь против капитализма, но вы должны понимать, что когда вы призываете людей бежать в крепость Европу, они могут не хотеть этого делать. За последние годы вы могли убедиться, что многие люди предпочитают оставаться в зонах боевых действий, где их ждут пытки, смерть, голод и болезни. Разумнее им было бы приехать сюда, найти здесь дом. Так вам может казаться. Но спросите себя, почему люди по всей планете в странах, охваченных войной и борьбой, не хотят ехать сюда, ваше прекрасное место с голубым небом, горами, с зелеными лугами и так далее. Мне важно, чтобы вы поняли, мы не хотим жить в крепости Европы, в вашей крепости Европы с фальшивым миром, с фальшивым наслаждением жизнью, с фальшивыми, блядь, высокими зарплатами. Нам это все не надо. Мы, анархисты, хотим упразднить крепость Европу. Нам не нужно это прекрасное место, где люди могут наслаждаться покоем, пока весь остальной мир горит. Мы, анархисты, должны быть там, где горит мир. Мы, анархисты, должны быть с нашими товарищами, на улицах, в окопах, в тюрьмах или за их пределами. Мы должны проявлять как можно больше солидарности, потому что солидарность это то, что нас всех усиливает. И только объединившись, мы сможем приблизить революцию. Хочу сказать, что когда все началось в 2014 году, мы, как антимилитаристы, подписывали все эти заявления, бла-бла-бла, потому что считали, что возможность мира еще не потеряна и хотели, чтобы война просто прекратилась. Мы так уже делали. Не то, чтобы мы не пробовали. Мы боролись против милитаризации. И если вы посмотрите старые заявления, там будут наши подписи. Большинство из тех, кто подписал эти заявления, сейчас воюют. Один из моих друзей, подписавших это заявление, сейчас в тюрьме. Теперь он военнопленный. Мы пробовали разное, но в какой-то момент мы поняли, что проблема в том, что Россия захватывает территории, а потом заставляет людей против их воли идти уже в их армию и захватывать новые территории. Это и есть милитаризация, а мы антимилитаристы. Наши антимилитаристы решили вступить в армию, чтобы остановить все это. Вот как мы это видим. Вы можете не соглашаться, но многие люди видят ситуацию именно так. Это не профессиональная армия. Это гражданские лица, которые пошли воевать и надеются вернуться к своей гражданской жизни как можно скорее. Это не те люди, которые строят армянские структуры и хотят в них остаться. Также я хочу сказать о солидарности, что на самом деле солидарность это не только то, чем нам помогает Европа. Сейчас внутри самой Украины очень много солидарности. Дело в том, что в основном пожертвования поступают от людей из Украины, хотя многие люди имеют очень маленький доход, но все равно донатят. Когда кто-то погибает, когда я недавно потеряла товарища, первое, что мне хотелось сделать, это срочно поехать к своим товарищам, потому что они те, кто понимает и кто поддержит. Даже когда мы совершаем ошибки, мы бережно относимся друг к другу. Мы не судим так категорично, мы пытаемся понять друг друга. Жаль, что иногда, чтобы стать более анархичными, почувствовать больше солидарности, почувствовать, что ты часть своего сообщества, нужна война. Это ужасно, но это правда. Это многое меняет. Борис говорил о том, почему люди не хотят жить в Европе. Лично я до вторжения думала о том, чтобы пожить где-то за пределами Украины. Было бы неплохо провести где-то лето, не уехать навсегда, ну на год или два было бы неплохо. Но когда это все произошло, где-то появилась фейковая новость о том, что Германия выдаст паспорта украинцам. В тот момент я подумала, черт возьми, нахер мне ваш паспорт, он мне не нужен. Потому что, когда случается что-то подобное, единственное, чего ты хочешь, единственное, о том, чтобы они выжили. Неужели нет ничего более интересного, чем немецкий паспорт? Никому даже не было интересно. Было бы здорово, если бы люди задумались о солидарности, о справедливости в отношении друг с другом, основанных не только на каких-то незыблемых принципах, но и на том, чтобы просто быть человеком, частью сообщества, частью движения. То, как люди высказываются, не сама критика, а то, как ее высказывают. Да, возможно, мы люди из Украины слишком остро реагируем. Соглашусь. Я определенно реагирую слишком остро. Когда-то кто-то кричит, когда кто-то пытается что-то сказать против нас, потому что это очень чувствительная тема. А еще я феминистка, и я думаю, что если бы подобная критика высказывалась против феминисток, люди бы поддержали меня и поняли, почему я так остро реагирую. Но это война. У нас у всех есть погибшие люди, некоторые из них были очень близкими людьми. И мы не хотим ходить на мероприятия, где нас могут травмировать, потому что понимаем, что не стоит туда ходить, потому что это будет очень травматично. Но люди все равно нас хотят догнать, донести свои ценные мысли, и никто не видит, что то, что они делают, и есть травматизация и насилие. Хорошо. Спасибо большое. Большое спасибо всем за ваши мысли. Знаю, это все очень сложно. Ты только что сказала, как сложно здесь находиться, особенно в среде, где люди перебегают к оскорблениям и отвержениям. Важно помнить, что мы говорим о реальных жизнях. Это не абстрактная, теоретическая дискуссия, которую ведут какие-то люди. Это ваша жизнь. Мне кажется, людям стоило бы быть более уважительными. Я на этом останавливаюсь в надежде, что предстоящая дискуссия будет конструктивной и уважительной. И примите во внимание, что было сказано за последние полтора часа. А сейчас мы передаем слово модераторам. Здравствуйте. Я участница орггруппы лагеря, и я буду модерировать эту дискуссию. Смысл этой встречи услышать точку зрения людей, воюющих против России, товарищей из Украины, Белоруссии и России и попытаться понять, почему они делают то, что делают, и говорят, что говорят. Важно уважать тему этого мероприятия, поэтому все, кто хочет выступить, должны уважать это, ведь отвлечение от темы это своеобразная форма цензуры. Мы стараемся этого избежать. Например, если бы я проводила феминистский воркшоп, а посетители бы стали задавать посреди него вопросы о патриархате, подвергаясь мнению его существования, я бы ответила, я здесь говорю о феминизме, поэтому этот комментарий неуместен. Поэтому в таких случаях я буду говорить, пожалуйста, вмешайте и заткнитесь. Свобода слова будет работать только в контексте заявленной темы. На тему антимилитаризма уже прошло множество встреч. Если кто-то попытается начать обсуждать теоретически, должны ли мы поддерживать людей, участвующих в войне, я это остановлю, потому что это не тема обсуждения. Всех, кто будет говорить не по теме, я буду обрывать. Мой товарищ будет давать вам микрофон по очереди, я постараюсь вести учет желающих. Каждый может высказаться или задать вопрос только раз. Если новых желающих не будет, можно будет высказаться повторно. Задавая вопрос, старайтесь сделать это тезисно и не повторяться. Вместо аплодисментов, которые могут препятствовать пониманию и переводу, предлагаю показывать знаки руками, чтобы не нарушать плавность хода беседы, не орите, если кто-то другой начинает приходить на крик. Прошу вас уважать спикеров за столом, вы видите, что тема для них очень чувствительная. Подумайте дважды, прежде чем их критиковать. Я попробую модерировать, если у меня не получится и будет много хаоса, я просто закончу это мероприятие. Давай начнем с тебя. Я просто хочу выразить свою печаль. Мне грустно от того, что мы не смогли здесь сосредоточиться на актуальной теме, заявленной для этого обсуждения. Но мне это понятно, потому что второе, что меня огорчает, это то, что, кажется, многие наши товарищи, не только в Европе, относятся к солидарности как к супермаркету. Типа идешь и выбираешь какие-то продукты или кладешь их обратно на полку со словами «Это не совсем то, что мне нравится, здесь плохой состав, или недостаточно калорий, или типа того». На одном из предыдущих мероприятий товарищ сказал, что мы должны здесь воспевать дух Михаила Бакунина. Не думаю, что Бакунин пошел бы в супермаркет солидарности. Наоборот, он попытался бы поддержать национально-освободительные движения и народные восстания, превратить их в революции и научить людей идеям анархизма. Вот это я хотел сказать. Но у меня есть еще вопрос. Не могли бы вы рассказать немного о международных легионах и о том, что они собой представляют? Как они устроены? Нужно дождаться возвращения мира. Она сможет ответить на этот вопрос. А пока что послушаем следующую реплику. Я против всех войн. Понимаете? Я не только за Украину. Я не против делать минуты молчания. Но за всех. За всех жертв всех войн. Потому что войны, они против всех, кто умирает. Так, не перебивайте меня. Я по теме говорю. Я долго держал руку. Сегодня мы все жертвы империализма. И мы, анархисты, можем поддерживать Украину, но при этом не участвовать ни в какой войне. Здесь переводчица прекратила перевод по знаку модераторки. Очевидно, что в такой накаленной атмосфере очень трудно говорить о том, что на самом деле представляет собой ваша деятельность в Украине. Мне было бы очень интересно узнать о том, как можно практиковать антиавторитаризм в таких сложных условиях. И, возможно, вы можете привести практические примеры повседневной активности в этом сложном контексте. Так, вопросы о том, что мы практически делаем внутри Украины. В 8 часов у нас будет презентация о коллективах солидарности. Кто входит в коллективы, кто работает над помощью людям, как работает солидарность внутри Украины. Это мы все расскажем с товарищем, который живет в Украине. Расскажем о нашем опыте на этом мероприятии. Так что, если вы надумаете прийти, мы будем вам очень рады. Был еще вопрос про иностранный легион, как я поняла. Мы не работаем с рандомными людьми из них, от людей, которые там были. Я слышала разные комментарии о людях в этих подразделениях. И это просто какие-то иностранцы, которые приехали воевать. Не правые, не левые, просто разные люди, которые не были знакомы друг с другом. В начале вторжения эту тему сильно продвигали, но по итогу осталось какое-то количество подразделений, которые являются частями этого иностранного легиона. Я думаю, наиболее заметны, интересны медийные, белорусские, российские подразделения. И они очень разные. То есть это отдельная тема для обсуждения. Так что иностранный легион, если представить их как одну группу людей, приехавших в Украину, то так не работает. Это скорее бюрократическая процедура для людей, которые сражаются в разных группах, но и все являются иностранцами. Надеюсь, я понятно сказала. И я отходила, когда задавали вопрос. Во-первых, скажу, что я очень стужу своего немецкого происхождения. Потому что эти люди, которые орали «Ой, эти в Украине то и это, им не стоит заниматься теми или иными вещами». Я думаю, это очень невежественно. Мне также стыдно за то, что, как вы сказали, у нас так много ресурсов, но мы не используем их по-настоящему продуктивно. И главное, я хотел бы сказать, давайте, блядь, относиться серьезно к тому, что мы называем себя анархистами, активистами и так далее. Иначе это не более, чем красивая нашивка на сумке или типа того. И второй момент. Сегодня прошла координационная встреча антимилитаристов. Я сходил туда послушать, о чем они будут говорить. Не все там оказались придурками, но те же ребята, что были там, пришли сюда, чтобы сорвать эту встречу. Это просто пиздец. Потому что все было именно так, как вы описали. Они говорили, мы против войны, нужно остановить всех, кто взял в руки оружие. Но они даже не думали, что вы уже давно все это обсудили, что вы тоже думаете об этом. Я просто хочу привести три примера того, как можно проявлять солидарность, при этом оставаясь антимилитаристом. Например, можно организовать всеобщую забастовку вооруженной промышленности, но это должно произойти в Иране, потому что Иран поставляет оружие России. Но если забастовку сделать в Украине сейчас, последствием будут вторжения России. И это не круто. Вторым примером может быть поддержка боевой организации анархокоммунистов, которая занимается нападениями на российскую военную инфраструктуру. Так что хорош ворчать, мы хотим мира, бла-бла-бла. Езжайте туда, собирайте деньги. И да, поддерживайте антивоенных активистов в России. Например, если вы против оружия, можно выслать бронежилеты, которые спасут жизни. Это будет лучше, чем кричать «Ууу, нельзя эти на фронт, вы же анархисты». Понимаете, о чём я? И последний вопрос. Мне очень интересно, не думали ли вы об объединении с анархистами в Иране, Судане и так далее? Есть ли у вас какие-то контакты с ними? Потому что, мне кажется, это может стать своего рода начальной ячейкой или глобальным отрядом самообороны против всех государств, против вторжений, против милитаризма и за свободу каждого человека. Спасибо. Спасибо. Я буквально кратко отвечу о товарищах в Иране и Судане. Мы поддерживаем связь с товарищами из Судана, к сожалению, ситуация у них действительно плачевная. И их не так уже много. Единственное, что удалось сделать на данный момент, это выслать им деньги. Но мы стараемся оставаться в контакте. Кстати, к сожалению, прямо сейчас одновременно с этим мероприятием проходит встреча, посвящённая низовым движениям в Судане и Иране. Если это вопрос к Украине, то у нас нет прямых контактов, мы заинтересованы в них, потому что, да, есть другие места, где происходят подобные события. Но надо тоже учитывать, что мы небольшое движение. И ресурсов для того, чтобы действительно следить за другими регионами, не всегда хватает. Много внимания направлено на Курдистан. Об этом у нас больше какого-то понимания, потому что были товарищи, которые туда ездили, рассказывали. Был товарищ из России, который ездил повсюду. И создал сайт, на котором публикуются тексты о Курдистане. Написал книгу. К сожалению, он недавно погиб в бою. Я знаю, что люди продолжают заниматься этой работой. Что касается Судана и Ирана, думаю, это было бы интересно. Но дело не только в нас. Они тоже никогда не пытались выйти на контакт. Так что мы должны найти какие-то ресурсы с обеих сторон в какой-то момент, когда это будет возможно. Было бы здорово, если бы это случилось. Но пока такого не произошло. Мой комментарий не касается Ирана или Судана, простите. Я просто хотел прояснить одну вещь, важную для меня и, думаю, для всех сидящих за этим столом. После наших выступлений сегодня или на предыдущих мероприятиях есть ли в этом зале люди, которые считают, что мы поддерживаем войну? Поднимите руки, чтобы всем было понятно, что мы за войну. Потому что до меня донеслись какие-то комментарии об этом из того угла. Походу, вы меня не слушаете. Очень важно прояснить, что люди, сидящие за этим столом, выступают против всех воин и считают, что хороших воин не бывает. Но иногда мы оказываемся помимо своей воли втянутыми в войну. И сейчас именно такой случай. Вместо того, чтобы действовать эгоистично, индивидуалистично и рассказывать людям типа «беги, принимай решения самостоятельно и спасайся», мы пытаемся сделать что-то коллективно, мы пытаемся бороться коллективно. И в этом наш посыл. Не выступать против войны абстрактной, против всех войн на свете, а бороться с этой войной так, как мы можем, так, как позволяют силы. Уважайте это и услышьте, наконец, что перед вами не милитаристы, не сторонники войны. Для меня это важный момент. Привет. Я постараюсь высказаться по-английски. Во-первых, я хочу сказать большое спасибо всем пятерым выступающим за то, что вы здесь. Я думаю, это очень смелый поступок, и вы все боретесь, каждый на свой манер. Очень смело с вашей стороны прийти сюда, особенно когда в зале есть товарищи, которые пытаются вам доказать, что ваш активизм неправильный, которые пытаются наплевать на могилы ваших погибших. Это офигенно смело. Думаю, это так же смело, как взять в руки оружие. Так что спасибо вам большое. И аплодисменты вам всем, сидящим за столом. А тем, кто пришел сюда, чтобы сорвать эту встречу, и особенно для того, кто смирился хихикать в минуту молчания, нахуй твоих мертвых. Извините. Я говорю, нахуй ваших погибших близких. Если вы захотите прийти сюда и считаете, что антимилитаризм это смешно, пришли посмеяться над могилами наших погибших товарищей, то нахуй ваших мертвых близких. Ваших бабушек и дедушек в Италии, во Франции. Они воевали за нацистов? Или сражались против них? В Италии же есть такое наследие, верно? Типа бригады против фашизма. Ну так кто, блядь, здесь и сейчас против фашизма? Еще хочу сказать, что очень легко прийти сюда и нападать на анархистов. Вы охуенные антимилитаристы. В конце улицы полицейский участок, там вооруженная мусора, а в 10 километрах военная база. Если вы настоящие антимилитаристы, я с вами. Берем Молотова и идем на эту ебаную базу. Это же власть. И последнее, что я хочу сказать, касательно колониализма. В Европе распространен один взгляд на колониализм. То есть то, что Европа и Америка колониальные державы. Но к востоку от нас есть и другая колониальная держава. Россия. Исторически для Беларуси, Казахстана, Украины и многих стран региона нам была могущественной империей. Выступая против империализма, нужно быть не только против американского, но и против российского. Поэтому мой вопрос к всем людям, которые говорят, что они антимилитаристы. Где ваша антимилитаристическая перспектива? И, наконец, небольшой вопрос к ребятам, всем участникам дискуссии. Мне просто интересно. В плане поддержки заключенных, что самое эффективное? Что можно сделать прямо сейчас? Кроме денег. Спасибо вам еще раз. Я не думаю, что сейчас акции солидарности возле посольства или еще где-то там имеют большой смысл, или что они реально оказывают на власти давление, или что у нас вообще остались хоть какие-то рычаги воздействия на режим в России или Беларуси, на которые мы могли бы надавить. Но мне кажется, важно начать задумываться о том, что мы будем делать со всеми людьми, которые выйдут из тюрем. Некоторые из них в тюрьме уже второй раз. А еще с людьми, которые побывали, например, на фронте, в бою, и будут страдать от психологических травм, как и бывшие заключенные. Мы как движение не готовы принять их и жить с такими людьми, у которых реально глубокие психологические травмы могут быть. Это мой собственный опыт. Я знаю, как сложно жить с товарищем после того, как он прошел тюрьму в Беларуси, но я могу только представить, каково это получать военный опыт. Думаю, что нужно подготовиться к этому и построить какие-то структуры, которые помогут ресоциализировать этих людей, вернуть их в движение, помогут проявлять коллективную солидарность, чтобы у них действительно было место, где можно остановиться и прийти в себя. И это не какая-то неделя, а там пожить где-то на сквоте вписаться. Если им нужно время прийти в себя, необходима какая-то инфраструктура, ну типа санатория такого, диайвайного, не знаю, сеансы массажа, что угодно, разговоры с ними, люди готовые слушать об их опыте, какие-то терапевтические группы самопомощи. Всего этого нет сейчас, по крайней мере, насколько мне известно. И это надо делать не только для белорусских российских заключенных. Заключенных-анархистов очень много по всему миру. В Италии, в Испании, в Чили, где угодно. Мы должны заботиться о товарищах и не ожидать, что в день, когда они выйдут, они будут примерно такими же, как мы. И на ментальном, и на психологическом уровне. Поэтому для меня это очень важно. Я в своих выступлениях всегда говорю, что чтобы наши товарищи не гнили в тюрьмах России и Беларуси по 20 лет, нужен крах путинского режима. Это очень взаимосвязанные вещи. Что касается заключенных в Украине, в данный момент ни один наш товарищ в тюрьме не сидит и не сидел за последние 12 лет. У нас просто не такой авторитарный режим. Я не говорю, что он лучше, он просто не такой жесткий. Кроме того, учитывая тот прием, который нам здесь оказывают, многим товарищам из Украины я точно не рискну рекомендовать переехать в Европу. Потому что тогда у них будет повторная травматизация, ведь они могут встретить людей, настроенных агрессивно по отношению к ним. Тут есть люди, так называемые антимилисты, татаристы. Они любят дезертиров. И бывают люди, выехавшие из Украины, которые не стали воевать, но они же не хотят им помочь, они хотят помогать тем, которые назовут себя пацифистами. А эти люди не пацифисты. Я здесь и не в армии, не потому что я пацифистка. Я просто боюсь умереть в бою. И недостаточно храбрая, вот в чем дело. По поводу заключенных и текущей войны, да и всех идущих сейчас войн. Вы живете в ебаной столице капитализма. А это значит, что происходящее здесь влияет на другие регионы. В качестве примера возьмем покупки в Икее. Дерево для мебели поставляется из Беларуси. Ваши стулья вполне могут производиться в белорусских тюрьмах. Так это работает. Многие из вас выступают против поставок оружия в Украине, но почему-то от анархистов исходит немного призывов к блокированию работы военно-промышленного комплекса, поставляющего товары в Россию. Обратите на это внимание. Подумайте, как можно подорвать российский капитал в вашей стране. Вы же в Швейцарии. Это же столица капитализма. Российского капитала так много, что вы можете сильно обогатиться, если найдете способ его присвоить. Так сделайте что-нибудь. Например, перестаньте тратить свою энергию на блокирование поставок пары танков в Украину. Делайте то, что действительно влияет на обстановку в других странах. Да, это потребует немного больше усилий, чем прийти на презентацию и попиздоболить о наших погибших товарищах. Это сложно. Это, блядь, требует усилий. Как приложите эти усилия так же, как люди, которые сейчас воюют и тратят громадные усилия на эту борьбу. Я хотел бы сказать кое-что о путинской пропаганде и ситуации с Украиной. О связи между путинской пропагандой и войной. Много пропаганды распространяется и публикуется на немецком партии Die Linke. От сталинистов тоже, но много пропаганды исходит и от правых. Например, в Германии есть партия АФД, которая выступает против отправки военного снаряжения в Украину. Так что в этом плане левые и правые объединились. Известно, что правые партии получают деньги от России. Как вы оцениваете ситуацию в Украине в области прав человека и как может развиваться ваше движение? Что необходимо защищать в первую очередь? Война многое разрушает. Да, нарушаются права человека. Но люди, которые обычно участвуют в претестах, сейчас в основном служат в армии или занимаются волонтерской деятельностью. Поэтому я бы сказала, что государство во многом сходит с ума. Они делают многое из того, что планировали сделать уже многие годы. И теперь у них для этого есть возможность. Особенно в области трудового права. Многое, что они делают, просто отвратительно. Наш лучший специалист по правам человека, который фактически поддерживал ЧК Киев по вопросам заключенных и беженцев до вторжения, сейчас сам является военнопленным. Максим Буткевич, которому была посвящена целая компания, известный в Украине антимилитарист и журналист, который также боролся против языка вражды. А теперь россияне его обвиняют в нацизме, в совершении военных преступлений. И он сидит в российской тюрьме на оккупированных территориях. В общем, война усугубляет всю ситуацию. Экономику, права человека, всё. Конечно, когда идёт война, всё работает не так, как должно. Не только на фронте. Важные для многих хороших дел люди погибают, сидят в плену, участвуют в сражениях. Так что на данный момент в этих областях наблюдается множество сложных ситуаций и нехватка людей. Я точно скажу, что до 24 февраля 2022 года по моим вопросам дела обстояли лучше. Слово берёт Самира, антимилитаристка, которая пыталась устроить провокацию в начале дискуссии. Несомненно, мы солидарны с той борьбой, которую вы выведёте. Пусть и довольно специфическим образом. Ещё один момент, о котором нужно поговорить. Для этого нам нужно прийти к общему пониманию ситуации. Я просто хотел повесить покат, и из-за этого на меня напали. Но я трансгендер, квир-человек. И было бы неплохо, если вы проявили к этому уважение и приняли, что у нас есть разногласия. Я сейчас об этом не хочу говорить. Ваша позиция очень важна, и мы хотим её услышать. Мы хотим услышать людей из Беларуси. Мы хотим услышать позицию каждого человека из России. Мы хотим услышать людей из Украины. Мы хотим услышать позицию людей из других стран. Мы солидарны со всеми, кто находится в тюрьмах. Но это не подлежит сомнению. Наша главная проблема – это позиция многих людей. И здесь таких, ну, не так много. Человек, который сказал, что мы пришли что-то срывать, сказал неправду. Мы хотим демилитаризовать анархизм. Может быть, я непонятно изъясняюсь. Но, пожалуйста, дайте мне закончить. Для нас важно проводить различия между самозащитой, социальной революцией, с одной стороны, и милитаризацией войной, с другой. Важно думать о том, как можно не остановиться частью военной машины, а бороться и выражать солидарность с людьми, которые попадают в тюрьму или становятся военнопленными. Это значит, что нам нужно думать о том, как вывести российских или украинских дезертиров из страны и продвигать политику, которая обескровливает власть. И в этом контексте мы считаем, что брать в руки оружие – это нормально. Но принятие военной формы, вступление в государственные формирования, фашистские добровольческие отряды или армию – мы не считаем это нормальным. Я вижу, что мне пора заканчивать свое высказывание. И было бы хорошо, если бы мы смогли найти уважительные рамки для обсуждения этих родногласий. При всем уважении к тому, что вы говорили об Украине, Беларуси, России, мы, конечно, хотели снести свою позицию, потому что считаем ее важной. Спасибо за вопрос. Это уже второй раз за год, когда тот же человек задает мне один и тот же вопрос. Очень интересно. В прошлый раз я у вас спросила, какие же вы предлагаете способы невоенным путем прекратить эту войну. Мы не нашли общего мнения о том, как разрешить ситуацию по-другому. Но у меня есть предложение для тех, кто считает, что сидящие на сцене люди, а не поборники милитаризма. Вот эти люди, которые лучше всех знают, как надо действовать. У нас есть все ресурсы и возможности, чтобы предоставить вам возможность приехать в Украину. Вам не нужна виза, все очень просто. Просто даете паспорт и проходите границу. Мы предоставим вам место для проживания, поможем все устроить. Нет, я не шучу. Если вам интересно, можем это сделать. Вы можете помочь физически, выполнять гуманитарные задания, привозить людям еду, тем, кто живет фактически на линии фронта. Гражданским, не военным. То есть это уже не фронт, и может даже место побезопаснее. Но может быть вам удастся поговорить и с нашими солдатами. Может вы с ними найдете общий язык. Когда вы поживете тем, чем живут они, тогда ваша позиция будет действительно сильной. Так что возможно это хороший план, но как бы это только предложение. Если люди хотят приехать, потому что для меня вести этот разговор по кругу уже 16 месяцев довольно утомительно. И у меня есть вопросы, на которые у меня нет времени и ресурсов искать ответы. Например, я всегда задавалась вопросом, как так получилось в Германии в 30-40-х годах. И теперь я задаюсь вопросом, как это могло произойти во второй раз. Как в обществе может получиться, что люди поддерживают массовые убийства. Так что да, у меня есть и другие интересы. И я думаю, нам нужно разобраться во многом и со многими другими проблемами, в том числе на примере России. Потому что я считаю, что необходимо больше изучения и размышлений. Что случилось с обществом? Как так могло произойти? Мне все это очень интересно. Я без агрессии говорю, потому что у меня тоже есть близкие, которые поддерживают российскую пропаганду. И я хочу подумать об этом. Как изменить их мнение? Как работать против этой пропаганды? Я тоже скажу. Еще вы можете поехать в Россию. В России предстоит проделать большую работу. Да, туда нужна виза. Жителям Западной Европы очень сложно получить визу. Офигенно трудно. Нужно просто дойти до посольства и заплатить 35 евро. Но начните же действовать. Начните что-то делать. Не можете делать здесь? Езжайте в другое место. Езжайте в Украину. Езжайте в Беларусь. В Беларусь вам тоже не нужна виза. Беларусь очень социалистическая страна. Езжайте в Беларусь. Погуляйте по Минску. Очень красивый город. Я не шучу. Нам действительно нужны люди во всех этих странах, чтобы продолжать нашу борьбу. Потому что люди сидят в тюрьмах. Потому что люди бегут от преследования. Вы можете оказать очень разную помощь. При этом не подрывая солидарность, как это часто происходит. Так что езжайте туда и действуйте. Проявите свою солидарность через действие. Хочу прокомментировать ситуацию, когда методы борьбы, используемые одними анархистами, считаются, например, контрреволюционными или разрушительными для движения другими активистами. Вот, например, я позиционирую себя как анархокоммунистка. Я искренне считаю, что многие индивидуалистические направления анархизма являются контрреволюционными или разрушительными для движения. По крайней мере, для той деятельности, которой я занимаюсь, и для моего видения революции. Иногда они реально противоречат тому, что я хочу доносить до людей, и я не согласна с тем, как они видят вообще развитие и какой-то прогресс. Но мне и в голову не приходило, что я могу прийти и навязать им что-то. При этом я и сама никому не позволяю навязывать мне какие-то мнения. Например, типа, когда другие анархисты будут мне говорить, что делать? Прошло 16 месяцев с начала вторжения. Просто примите как факт, что в мире, в Украине, в этом зале есть анархисты. Которые не против использования этого метода в данной ситуации. У вас нет выбора, кроме как просто принять это. Не пытайтесь срывать нашу деятельность. Если вы считаете, что это контрреволюционно, окей, делайте свои мероприятия, разбирайтесь, к какой стратегии вы хотите следовать. Но не просите нас разбираться в ваших убеждениях и на них реагировать. Я просто хочу поблагодарить вас за выступление и задать короткий вопрос. Мне кажется, что анархисты, берущие в руки оружие, не что-то новое в истории анархизма. Испанские анархисты вели вооруженную борьбу против фашистской армии Франко. Они были повстанцами. Сейчас современные украинские анархисты берут в руки оружие, чтобы защитить себя от оккупации. Мне кажется, что многие люди не обращают внимания на то, что когда российская армия оккупирует часть Украины, люди пропадают, людей забирают в пыточные центры. Я хочу спросить, почему, по-вашему, западные анархисты не задумываются над этой историей и так удивляются тому, что люди берут в руки оружие, забывая о Махновщине, о том, что армия Махно с оружием в руках отстаивала свободу. А второй вопрос. Есть ли какие-то незападные примеры поддержки, которые вы цените, из неевропейских стран или из стран глобального юга, которые отличались от деятельности североамериканских или европейских анархистов, которые подрывают солидарность? Спасибо. Мне важно провести различия между выражением «остановить войну» и «прекратить войну». И чаще всего здесь, на улицах, я вижу слоганы вроде «остановите войну» или «нет войне». И похожие посылы я видела в России. Но лично я бы хотела раз и навсегда прекратить эту войну. Коротко отвечу по поводу того, почему западные анархисты забывают или не знают, или не используют пример Испании или Махновщины. Просто нужно понимать, что это две разные вещи. Одно дело, когда ты самоорганизуешься, воюешь со своими товарищами, а не в составе государственной армии, и борешься за революцию в рядах революционных сил, как это было с армией Махно или во время гражданской войны в Испании. В Украине сейчас совершенно другая ситуация. Но в то же время, я думаю, что когда люди с чёткой антимилитаристской позицией пытаются преподать, мол, все анархисты во все времена считали, как они, что ни в коем случае нельзя вступать в армию, если это не анархистская армия, это неправда. Потому что если почитать исторические тексты анархистские, например, мнение Кропоткина против оппозиции Молотеста или ещё что-то, то всегда найдутся аргументы за или против присоединения к той или иной силе, исходя из того, как вы видите последствия присоединения или неприсоединения. Например, я думаю, что большинство из нас здесь придерживаются позиции, что последствия ухода анархистов из милитарной сферы будут такими, что в случае поражения не будет никакого анархического движения ни в России, ни в Украине, ни в Беларуси. Мы хотели бы сохранить движение, даже если ему придётся дальше развиваться в либеральном государстве. А так оно и будет, потому что мы не верим в одномоментную революцию, которая наступит за один день. Но мы готовы бороться за то, чтобы жить в либеральном, а не фашистском государстве, потому что это вопрос выживания. Здесь мы можем хоть как-то существовать, а не умирать и гнить в тюрьмах. Поэтому мы принимаем вхождение в армию как метод. Это временное решение, мы понимаем все его недостатки, мы не идиоты. Но мы считаем, что это самое правильное решение в данный момент. Поэтому мы призываем всех, даже если вы не поддерживаете эту тактику, прислушайтесь к товарищам, которые там находятся. Неужели это так сложно? Я отвечу на ваш вопрос. О солидарности в других частях света. Мы уже немного говорили об этом. Для нас сначала многое. Было солидарно на Москве, потом на Берлине и на Западе вообще. Мы проводили анархофеминистский фестиваль в Украине. Одной из главных целей было наладить контакты между активистками Западной и Восточной Европы. Потому что на тот момент в Украину никому виза была не нужна. И мы решили, что хорошее место для встречи у нас, что это будет хорошей идеей. Мы продолжали его делать и во время войны. Пару раз к нам приезжали люди из Казахстана, из Армении, из Грузии, из стран Востока. Проблема в том, что ни у них, ни у нас денег нет. Поэтому каждый раз, когда мы делали фестиваль, нам нужен был кто-то на Западе для оплаты билетов. А если у нас нет такого человека, то нам, конечно, сложно наладить связи между странами, в которых ресурсов меньше. Просто потому что мы не имеем возможности встретиться, не имеем возможности приехать друг к другу. И очень заняты своими делами и поиском ресурсов на местные нужды. Интересно, что одна из первых реакций в начале войны — солидарность, текст, пришел из Курдистана, причем очень быстро. Также люди в таких странах, как Казахстан или Грузия, поддерживали украинских беженцев, которые были вынуждены туда ехать. И людей из России, в общем-то, тоже. Поддержка есть из разных стран. Вопрос какая? Потому что если та страна тоже бедная, и у них нет ресурсов на семей себя, и нет большого количества возможностей, то, конечно, они могут нам помочь только сочувствием и выражением солидарности на словах, но не могут помочь нам материально. В Европе я постоянно встречаю людей из разных дальних стран. Здесь, в ЕС, в Украине не так просто их встретить. Я хочу еще раз напомнить вам о нашей рассылке. Мы хотели бы расширить нашу сеть, в которой уже есть люди, желающие помогать. Так что она не только для распространения информации. Скорее для того, чтобы что-то делать, делиться опытом, распространять контрпропаганду, мы очень рассчитываем на поддержку всех, особенно в вопросе противодействия российской пропаганде. Всем большое спасибо. Ну что, друзья и подруги, спасибо за прослушивание очередного эпизода. Я надеюсь, подкаст помогает вам формировать свое личное отношение к этому вопросу и предлагает разные приемы, аргументы для отстаивания своей позиции, спорах. Вот, пожалуйста, делитесь им со знакомыми, ставьте отметки, оставляйте комментарии. Это повышает очень сильно популярность в выдаче подкастов. Еще напоминаю, что я собираю донаты, которые помогают символически платить редакторам видео, аудио, печатать брошюры, запускать рекламу и прочее. Если у вас есть возможность меня поддержать, буду очень рада. Реквизиты для переводов тоже в описании эпизода. На этом у меня все. Всего хорошего и не забывайте о Луне. Реклама Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова